Американские спецслужбы развращали советских граждан, чтобы развалить СССР. План Даллеса. Выдумка или правда? Сегодня мы узнаем, какие планы на Советский Союз были у первого главы ЦРУ. И разберемся, откуда взялась доктрина Даллеса, главная газетная утка современной России, которая живет в мах россиян больше 30 лет. Меня зовут Дарья Ферьян. С вас лайк, подписка. И поехали. Конспиролог Путин или нет, мы не знаем, но он просто обожает ссылаться на одну теорию заговора. У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть Российской Федерации. За словами Путина скрывается самая легендарная теория заговора современной России – план Даллеса. Вы можете знать Даллеса как героя сериала «17 мгновений весны». Там он сдержанный мужчина с безупречными манерами, который прибыл в швейцарский Берн, налаживает связи с нацистами, чтобы без ведома СССР заключить мирный договор. А в конспирологии он злодей номер один и причина всех наших проблем. Эта теория заговора так плотно вошла в сознание россиян, что никто не удивится, если какой-нибудь дядь Сережа за семейным застольем начнет доказывать, что во всех наших бедах виноват первый глава ЦРУ и американский разведчик Алан Даллес. Тот самый, который еще в 1945 году составил текст секретного документа якобы для Национального Совета по безопасности США. В нем он предложил уничтожить Советский Союз путем морального разложения граждан, насадить культ секса и насилия и расшатать нравственность. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, расстреливать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Звучит мощно, не правда ли? Можете представить себе, что глава ЦРУ так выражался? Мы могли бы просто сказать... Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Но мы, конечно же, будем. План Даллеса – это общепризнанная фальшивка. С текстом есть множество проблем. Во-первых, он не мог быть написан в 1945 году, ведь на тот момент ЦРУ даже не существовало. А Даллес возглавил американскую разведку только через 8 лет, в 1953. Да и план написан далеко не в официальном стиле. Вряд ли секретные документы США могли бы говорить о духовных корнях советских граждан. Кстати, обратите внимание на последнюю фразу плана. Мы сделаем из них цинников, пошляков и космополитов. В ней есть слово «космополит». В английском языке оно имеет значение «гражданин мира» и несет позитивную окраску. Поэтому его ну никак не поставишь в один ряд с цинником и пошляком. Но разве могут назвать плохим словом гламурный журнал «Космополитен»? То ли дело в СССР. В позднесталинскую эпоху слово «космополит» было чуть ли не ругательным. Под видом борьбы с космополитизмом власти вели кампанию против евреев, которых называли безродными космополитами и обвиняли в непатриотизме. В общем, по всем этим признакам ясно, что оригинал плана был написан на русском языке. Более того, доказано, что подлинников плана Даллеса на английском никогда не существовало. А теперь расскажем историю этого фейка. В истории возникновения плана Даллеса есть все. Советский писатель, он же редактор журнала «В поиске славы», городской сумасшедший митрополит и даже партийный функционер, который боялся заговор сионистов. План Даллеса родился на свет уже после развала Советского Союза и окончания Холодной войны в 90-х. В газете «Советская Россия» зимой 1993 года опубликовали статью с выступлением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. В ней он ссылается на текст секретного документа ЦРУ, цитируют его и пишут о том, что Запад ведет против нас ужасную войну. В качестве доказательства он ссылается на протоколы сионских мудрецов. Это поддельный документ начала 20-го века с якобы записями тайных встреч еврейских лидеров и планами по захвату мира. Придумала его, вероятно, царская охранка, тайная полиция, для того, чтобы закрепить антисемитскую политику, посеять в людях ненависть к евреям и отвлечь их от реальных проблем. А еще, чтобы дискредитировать революционное движение, в котором тоже участвовали евреи. Такие фейки – это политический инструмент с огромной силой. И это прекрасно знали, например, немцы в 30-х. Ведь они оправдывали колокост с помощью конспирологии. Гитлер в своей книге «Майн кампф» ссылался на текст протоколов сионских мудрецов как доказательство существования еврейского заговора. А тогдашние богачи, вроде Генри Форда, спонсировали популяризацию фальшивки. Форд дал деньги на издание 500 тысяч экземпляров протоколов, а в своей газете опубликовал сборник антисемитских статей. В результате больше 6 миллионов евреев были убиты. Но вернемся к плану Даллеса. Позже эссе на эту тему в журнале «Молодая гвардия» опубликовал партийный функционер, который верил в сионистский заговор – Борис Олейник. Именно там он впервые называет фальшивку планом Даллеса. Он утверждал, что подлинный текст плана Даллеса взят из романа советского писателя Анатолия Иванова «Вечный зов». Мол, несмотря на то, что это роман, отрывок с планом цитирует реальный документ ЦРУ, который как-то попал к писателю в руки еще в 70-х. Однако на протяжении 10 лет цензоры под властью сионистов из руководства СССР якобы вымарывали этот кусок. Поэтому впервые он появился лишь в переиздании романа 1981 года. Эти зловещие слова писатель Анатолий Иванов, как нам стало известно, включил в текст второй книги романа «Вечный зов», опубликованный в 1970 году. Но в течение более 10 лет эти слова выбрасывались цензурой, находящейся под крымлевско-сионистским контролем, из всех изданий. Впервые автору удалось их опубликовать в 1981 году. Однако никто, кроме рядовых читателей, не обратил внимания на это предупреждение писателя о намерениях сионистских сил в отношении нашей страны. К тексту Олейника есть много вопросов. Например, непонятно, почему кремлевско-сионистский контроль был в 70-м, а в 81-м резко исчез. Но самое важное здесь не это, а то, что редактором в журнале «Молодая гвардия» был, как вы думаете, кто? Как раз писатель Анатолий Иванов, который и написал роман «Вечный зов». Получается, что он пропустил собственный текст. Карьерист, не иначе. План Даллеса почти дословно повторяет цитаты из книги. Просто дублирует фразы одного из негативных персонажей, штандартенфюрера СС Лохновского, бывшего русского жандармского офицера, позднее троцкиста. А кончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем, все золото, всю материальную мощь, на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как, спрашиваешь, как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Роман «Вечный зов», издание 1973 года. Тогда, в 90-х, без интернета было гораздо легче повестись на газетную утку. Текст разлетелся и стал символом своего времени, эпохи социальных потрясений после распада СССР и окончания Холодной войны. И правда, жители постсоветского пространства привыкли к противостоянию с Америкой и мысли о том, что США хотели подорвать советскую идеологию. Большевики, кстати, и сами были не прочь повлиять на умы чужих граждан. Еще до создания СССР в 1919 году для этого и был основан Коминтерн, чтобы объединить компартии разных стран ради мировой социалистической революции. США активно боролись со спространением коммунистического влияния по миру, поэтому неудивительно, что в других странах тоже были свои аналоги плана Даллеса. В Великобритании в 1946 году в СМИ распространяли фейковые документы о коммунистические правила революции, якобы советского происхождения, который был призван развратить западную молодежь, навязать ей сексуальную распущенность, уменьшить влияние религии, сместить фокус внимания людей с политики на спорт, игры и другие развлечения. Эту подделку эпохи Холодной войны якобы нашли союзные войска в Германии еще в 1919 году. Как я уже сказала, тогда же создали Коминтерн. А в 50-х в США была массовая кампания по поиску советских шпионов. Сенатору Маккарти везде мерещились коммунисты. В итоге тысячи людей уволили по ложным обвинениям. С помощью теорий заговора нам навязывают образ врага, чтобы затем достигать своих политических целей. Конспирология – это мощный инструмент для политических элит, которые всегда будут использовать ее в своих целях и обманывать население. Так и в России. Несмотря на то, что план Даллеса – очевидный фейк, который к тому же признан экстремистским материалом в 2015 году судом города Азбес Свердловской области, российские политики на него постоянно ссылаются. Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушин говорил, что план Даллеса в России воплощает Алексей Навальный, который якобы хочет превратить Россию в 32 марионеточных государства. Они хотят нас разбить на 32 государства. Слово «Россия», чтобы никогда не звучало. Как Даллес сказал, чтобы с этим непокорным народом раз и навсегда покончить. Раз и навсегда покончить. А полковник АГБ в отставке и по совместительству профессор Академии ФСБ Олег Хлобустов говорил, что для утверждения о том, что фальшивка разоплачена, время еще не пришло. И даже написал книгу о доктрине Даллеса. План Даллеса вместе с историей про агентов влияния в высших эшелонах власти СССР сильно отзывается у силовиков. Он прекрасно укладывается в силовое мировоззрение, ведь спецслужбисты привыкли жить в кольце вечных врагов. Такие конспирологи есть и среди высшего руководства России. Людей, которые принимают решения, от которых зависит наша жизнь. И вы прекрасно их знаете. Например, Николай Патрушев, один из самых приближенных к Путину людей. Он известный конспиролог, который верит, например, в теорию золотого миллиарда. Она гласит, что на Земле есть элитная часть населения, которая замедляет развитие остальных стран, чтобы все ресурсы достались только им. Идеологи русофобии типа Алина Даллеса, Збигнева-Бджезинского, Мадлен Олбрейт и другие выдумывали целые теории, как добиться неминуево, по их убеждению, развала России. Эти идеи легли в основу западной стратегии по разрушению нашей страны. Напомню, Мадлен Олбрейт – это бывший госсекретарь США, которая, по мнению Патрушева, якобы говорила, что России не принадлежат Дальний Восток и Сибирь. Хотя, на самом деле, она никогда этого не делала. Это высказывание Мадлен Олбрейт придумали силовики, которые как бы прочитали ее мысли. Мы же от почти официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России с ее богатствами неизмеримыми. И эти люди управляют нашей страной. Кстати, представления о том, что США потирали руки в ожидании развала Советского Союза, в корне неверны. Историк Сергей Плохий в книге «Последняя империя. Падение Советского Союза» пишет о рассекреченных документах из президентской библиотеки Джорджа Буша-Бладшего, в том числе о меморандумах его советников и стенограммах телефонных разговоров с лидерами других стран. Ведь для Америки появление кучи независимых государств и перераспределение влияния – эта ситуация крайне непредсказуемая. Американский истеблишмент опасался, что постсоветское пространство станет Югославией с ядерным оружием. Эти материалы свидетельствуют, что и сам президент, и его советники пытались продлить жизнь Советского Союза. Их пугал рост влияния Бориса Ельцина и стремление союзных республик к независимости. После того, как СССР прекратил свое существование, США требовали закрепления всего Советского ядерного арсенала за Россией и сохранения влияния России на постсоветском пространстве, прежде всего в республиках Средней Азии. Плохий считает, что влияние США на развал Советского Союза сильно переоценено. Но распад Союза стал такой травмой, что люди начали придумывать конспирологические теории о том, что за разрушенной страной стоит ЦРУ. А что насчет реальных доктрин американской внешней политики? Что содержится в них? Знакомьтесь, Джордж Кеннон. Он был выдающимся американским дипломатом и десижн-мейкером. Кеннон работал в Москве при посольстве США, когда, выполняя получение госдепартамента, написал длинную телеграмму. Дело было в 1946 году. Вряд ли тогда он мог предположить, какое значение будут иметь его слова. Позже администрация президента Трумэна подхватила идеи Кеннона, и они стали определять внешнюю политику США по отношению к СССР в течение 40 лет. Поэтому его заслуженно называют архитектором холодной войны. Доктрина Кеннона определила создание таких организаций, как НАТО и План Маршалла, и мощно влияла на мировую политику. В тексте Кеннон с большим пониманием советских реалий анализирует возможные пути развития отношений между США и СССР. Он был уверен, что лучшая стратегия для Америки – это не эскалация конфликта, а сдерживание. Ветрано или постно Советский Союз развалится сам по себе из-за внутренних проблем. Западу же следует не вступать в открытые военные конфликты, а более мягкими методами стремиться к тому, чтобы не давать СССР разрастись. Кеннон пишет, что «современный капиталистический мир вполне способен жить в мире с самим собой и с Россией». Смириться с мыслью, что огромная страна может развалиться просто так, очень сложно. Исследователь теорий заговора, профессор университета Литца Илья Яблоков пишет, что именно спекуляции о причине распада СССР – это главная конспирологическая теория постсоветского периода. Нет актуальных данных о том, сколько россиян верят в теорию Даллеса, но мы можем предполагать миллионы человек. Причем в конспирологию верят не дураки, как может показаться на первый взгляд. Автор курса о конспирологии Илья Стахеев рассказывает, что часто это люди с образованием, которые понимают, как работают исследования. При этом экспертизы в конкретной сфере, например, в политологии у них нет. А делать выводы о политической реальности как-то нужно. Для этого, кстати, советуем почаще смотреть Ходорковский лайф. Мы и дальше будем помогать вам в формировании критического мышления. Это была теория заговора и Дарья Ферьян. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok